Это рекламная листовка Минобороны России на стене одной из женских консультаций в Нижегородской области. Россиянок призывают заключать контракт и отправляться на войну против Украины. Губернатор Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале о формировании новых воинских подразделений. Ивлиев, Горький, Серафим Саровский. Имена вновь формируемых нижегородских подразделений. Формирование проходит совместно со штабом Захара Прилепина. Подбираем грамотное профессиональное командование, ставим амбициозные задачи. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области РФ, в Телеграм. Но главный резерв российского командования – женщины-заключенные. Вербовка в колониях активизировалась. Амбициозная задача Кремля – отправить на убой десятки тысяч россиянок. По данным фонда «Русь сидящая», сейчас в российских колониях отбывают срок около 35 тысяч женщин. Это 8% от общего количества осужденных в федерации. Они хотят выйти из тюрьмы, потому что у многих нет никаких других перспектив. Во-первых, это большие сроки. Это, если мы говорим об убийстве, то 10 лет, 15 лет, если рецидив. И непонятно, что женщина будет делать после освобождения. От многих же отказываются их семьи. 30 осужденных в исправительной колонии номер 7 в Новоуглянке Липецкой области уже подписали контракт с Минобороны сроком на 2 года. По данным издания «Сота», более 90% заключенных там ВИЧ-позитивны. Эксперты говорят, гражданки Российской Федерации идут на фронт, потому что им пообещали снятие судимости и освобождение. Ведь условия пребывания в российских женских колониях хуже, чем в мужских. В женских зонах есть ряд отличий. Во-первых, там нет так называемых запретов. Мобильные телефоны, алкоголь. В общем, все, что запрещено тюремным режимом. В женских зонах этого нет. И поэтому о том, что происходит в женских отрядах, которые идут воевать в Украину, мы вряд ли узнаем. То есть это гораздо более жесткие отношения друг с другом. По данным Министерства обороны России, больше тысячи женщин-военнослужащих принимают участие в боевых действиях. По информации издания «Северреалии», многие из них подвергаются физическому и психологическому насилию. Вот один из примеров. Военнослужащую Медроты принуждал к сожительству командир. За непокорность наказывал. «Месяц я просто жила на улице. Когда другие ночевали в палатках и домиках, я спала на земле возле дороги в маленьком лесочке. Вместе с мышами-полевками. Пыталась как-то себя согреть, конечно, но когда ты замерз, ты не уснешь никогда. Могли и голодные оставить. Сломать хотели, в общем». Маргарита, российская военнослужащая, из публикации издания «Северреалии». Кремль отправляет на войну против Украины всех, несмотря на диагнозы, тяжесть совершенного ранее преступления и отсутствие боевой подготовки. Заключенные должны возместить потери российской армии. На войну против Украины отправляют и женщин из колоний на временно оккупированных Россией территориях. По данным фонда «Русь сидящая», в Снежном Донецкой области завербовали около 50 женщин.